Золотое ожерелье Золотое ожерелье Они специально изготавливаются для каждой новой богини лучшими ювелирами Непала. Среди этих украшений особое место занимает ожерелье Тайо. Итак, справа от меня находится ожерелье Кумари Деви. Каждая деталь этого ожерелья имеет глубокий символический смысл. К примеру, массивная веретенообразная подвеска является стилизацией плода манго, священного дерева для буддистов и индуистов, является символом плодородия и изобилия. Данное ожерелье должно было защитить богиню от злых духов, должно было подчеркнуть ее божественную сущность. Также оно символизирует чистоту и невинность юной богини. Поэтому, когда Кумари Деви покидала свой пост и возвращалась в семью, она забирала с собой данное украшение. В музейных и частных коллекциях Запада такие украшения представлены единичными экземплярами.